Сейчас мы с тобой зайдем в волшебный мир сказки. Чтобы туда попасть, закрой глазки, и ты сразу окажешься перед дверью, ведущей в необыкновенный мир. Но не открывай глазки, чтобы сказка не влетела. Сказки волшебной поляны Далеко в глубине леса, так, где еще не ступала нога человека, есть волшебная поляна. На этой поляне растут удивительные красоты цветы. Они излучают такой аромат, и бабочек на каждом цветке собирается так много, что цветы начинают клонить свою головку прямо к земле. Цветы на этой поляне тоже волшебные. Каждое утро расцветает новый цветок и рождается новая сказка. В этот день на волшебной поляне расцвели сразу несколько цветов. И каждый цветочек хотел рассказать сказку. На краю поляны рос лесной папоротник. Он был очень старенький и лохматый. Многое в жизни знал и видел. Папоротник зашелестел листьями и сказал. Сегодня я расскажу сказку. И цветочки не стали больше спорить, потому что они только появились на свет. А папоротник знал много интересных сказок и жил уже довольно долго. И сказка началась. День рождения Бабы Яги Как-то раз, пролетая вечером в своей ступе над городом, Баба Яга увидела в окне дома празднично накрытый стол. На столе в вазах стояли очень красивые цветы и лежали на блюде всевозможные фрукты. На ярких подносах лежали торты, конфеты, печенья. За столом сидели гости, аккуратные, красиво одетые. Но самой красивой была девочка в белом кружевном платье и с большими белым бантов волоса. Она держала в руках куклу, а рядом с ней лежали подарки, подаренные друзьями. Это был день рождения нарядной девочки. И Баба Яга, улетая в свои ступи, твердо решила отметить свой день рождения. Сегодня Баба Яга стала раньше обычного. В этот день ей должно было исполниться ровно 200 лет. Это настоящий юбилей, круглая дата. И Баба Яга решила отпраздновать его со всей пышностью. Пригласила на день рождения всех своих друзей. Лешего, Водянова, Кощея Бессмертного, Змея Горыныча, Цоловья-разбойника. Баба Яга никогда не праздновала свой день рождения. Но в этот раз ей очень захотелось быть особенно красивой и получить подарки. Ее слуги-пауки связали замечательное белое крыжевное платье. И Баба Яга, усевшись перед зеркалом, стала прихорашиваться. Вначале она расчесала волосы, которые не причесывала вот уже 200 лет. И они стали гладкими и больше не торчали в разные стороны. Баба Яга заколола волосы белой ромашки и улыбнулась. Она себе очень понравилась. Потом она одела туфли, которые одевала еще и ее прабабушка, в самые торжественные дни жизни. Туфли были черного цвета, очень большие и толстые, как галоши. Ножки ее были маленькие и худенькие, как у цапли. И одев прабабушкины туфли, она стала похожа на жука, застрявшего в грязной луже. Но это ее совсем не смущало. И весело напевая песенку, Баба Яга закружилась по комнате. День рождения у меня, Всех гостей собрала я, Станет голос мой неженей, Буду-буду всех добрей. Топ-топ-топ-топ, Буду-буду всех добрей. Я гостей сейчас встречаю, Угущаю, Развлекаю. Станем все мы танцевать, Все обиды забывать. Топ-топ-топ, Все обиды забывать. Но танцевавшись, Яга подумала о том, Что гостей надо чем-то угостить. Она сняла свое белое платье, Одела старенькое лиловое И принялась готовить. Яга напекла вкусных пирожков, Жарила грибов с картошкой, Сварила компот из яблок, Нарядилась и стала ждать гостей. Первым появился леший. Он принес бабе Яге в подарок Лукошка с ягодами земляники. Потом в большой бочке с болотной водой Приехал на двух зеленых жабах водяной. Он был весь в тине и постоянно булькал. Он подарил бабе Яге водяные лилии. Кощей Бессмертный подарил волшебное зеркальце, В котором баба Яга всегда видела себя молодой и красивой. Змей Горыныч принес Яге огонь, Который никогда не газ. И теперь у Яги Ягинишны Всегда светло в избушке. Но больше всего понравился бабе Яге Подарок соловья-разбойника. Он подарил ей скакалку. И баба Яга запрыгала по избушке, Несмотря на свой солидный возраст. Когда все гости собрались И подарили Яге подарки, Она пригласила всех за стол. Но что тут началось? Леший двумя мохнатыми руками Полез прямо к торту И стал хватать с него все украшения. Змей Горыныч стал пить компот Прямо из кастрюли. Соловей-разбойник, когда поел, Начал вылизывать тарелку языком. Водяной так торопился взять грибы, Что разбил вазу с водяными лилиями. Папа Яга очень расстроилась и разозлилась. «Как вы себя ведете?» Закричала Яга. «Разве так?» «Надо есть!» «Вы должны тихонько сесть». «Есть медленно, аккуратно, Не спешить и не кричать. А ты, Леший, не забирай с торта цветочки». «Все хотят посмотреть на красивый торт». «Так делают очень невоспитанные, грубые и плохие дети». «Тебе, Змей, Горыныч, надо пить компот из чашечки, А не из кастрюли. А лизать тарелку языком вообще неприлично». «Водяной не должен спешить, А то разобьет мне всю посуду». Все гости посмотрели друг на друга, Им стало стыдно. Они извинились, И Баба Яга всех простила. День рождения прошел очень хорошо и весело. С тех пор в гостях все ведут себя хорошо, А особенно Леший. А теперь закрывай глазки и засыпай. Ночь в серебряном, Зверкающими тысячами-тысячами звездочек платья Обходит свои владения И следит, чтобы все спали и набирались сил. И всем, кто крепко уснул, Дарит свои подарки. Сладкие и крепкие сны. А тебе самые-самые волшебные. Спокойной ночи. Засыпай.